Александр, Дмитрий, приближаются новогодние и праздники. Приделитесь, пожалуйста, со своими поклонниками, как их встречают и празднуют в вашей семье, какие традиции в вашей семье, какие подарки готовят друг другу и так далее. Ставим елку. Мой сын заказал Деду Морозу пластинку Nevermind группы Nirvana. Я надеюсь, там, где живет Дед Мороз, продают вине. Хорошо, что мой сын знает, что Дед Мороз – это я. Дмитрий, хотелось бы узнать, чем вы больше всего гордитесь в своей жизни. Сыном больше всего горжусь. И второй вопрос. Часто ли вы ссорились с ссорой в детстве? Мы ссорились редко, но это было ярко. Здравствуйте, Дмитрий. Вы бы не хотели спродюсировать какой-то бенд? Будет ли дуэт в новом альбоме? Спасибо в вашей группе за все. Песни, бомбы, слова работают. Спасибо. Дуэтов в альбоме не будет. Я думаю, что мне не избежать когда-нибудь релиза в духе Алтон Джона «Дуэтс», потому что уже очень большое количество этих дуэтов с очень крупными музыкантами скопилось и до сих пор не издали. Например, совместная песня с Саном и с Бабкиным, то есть с своими участниками уже получается группы «Пятница», с Андреем Ховняком, с Дилярой Казимовой, певицей из Азербайджана, замечательной, с другими людьми. В общем, когда-нибудь это будет альбом «Дуэтс». Какую книгу вы сейчас читаете? Расскажите о любимых авторах. Сейчас никакую не читаю, но планирую прочитать много всего в январе, когда будет небольшой отпуск. Если не придумаю, что читать, наверное, тогда буду писать. Или если не захочется читать, то буду писать. Дарья Сохранович. Доброго дня, Дмитрий, расскажите, будь ласка, про вашу участь у Київского музичного фестиваля и про общие выступления с вашим сыном на концерте, если понравится это ему. А также хочу выбрать для себя профессию музыканта. Привет из Харькова. Родючих, родючих, до нас частейше. Что мы это не говорим? Родючих до нас. Это, мабуть, эта штука Т9, которая называется, когда пишешь смс кому-то, оно пишет вообще не то, что ты хотел написать. Ну, родючих, так, родючих, окей. Наша справа отвечает. Так, 3 грудня будет несподиманный и безпрецедентный невеличкий концерт, который я дам в музее Булгакова в городе Киеве. Тути потрапляют только выбранные слушатели. И также какая-то количество пресс, которая прийдет туда, чтобы потом рассказать людям про Украинский Музичный Тиждень, это еще крутая локация в музее Булгакова. Я сыграю всю мистику, которая есть у пианобоя в арсенале. И надеюсь, что те люди, которые сегодня о 13.00 и 13.00, получили у своей почтовой скринке листа, что они запрошены на это действие, оставлятся до этого серьезно, одягнутся у персонажей книжки Майстера и Маргарета. И мы разум гластуем классный шабаш. В этом году я дважды был на ваших концертах, пишет Дмитрий, происходящих в столичном клубе «Атлас». Желающих много. Клуб маленький. Кому маленький, а кому и большой. Солдавы полнейшие. И вот вы заявляете о чемодной концерт на март в том же маленьком «Атласе». Дмитрий, хватит издеваться над фанатами. Вы переросли клубы на полторы тысячи мест. Это правда. Олимпийские пока не соберете. А вот на стереоплазу можно замахнуться. Да. Возможно, вы правы, Дмитрий. Но, во-первых, концерты пока что я сам не организую. И, наверное, у промоутеров есть причины ставить подобные концерты. Во-вторых, «Атлас» все-таки классное место. Место намоленное уже в городе Киеве. Место, где случилось много знаковых и крутых незабываемых концертов. И это был не первый наш солдат в «Атласе» и не второй. Я думаю, что мы сыграем там снова 10 марта. «Презентуем венюл» и будем искать места побольше. Вот и все. Дмитрий, скажите, пожалуйста, где и как вы познакомились с «Земфирой» и как ваше знакомство приросло в дружбу? Ведь «Земфира» должен только с единицами. Спасибо. Ну, если не считать сумбурных пересечений в разных премиорках, например, на фестивале «Максидром» в начале 2000-х, то мы с «Земфирой» познакомились после того, как я написал ей письмо. То есть сделал первый шаг. Было это, если я не ошибаюсь, осенью 2006 года. Я написал письмо, в котором предложил ей свои пианинные руки и музыкальное сердце. И она предложила встретиться. Мы встретились в Москве. Помузицировали вместе. И почувствовали, что с этого получится что-то хорошее. После этого мы играли вместе три года. Записали альбом «Спасибо». Сыграли много концертов по всему миру. И сейчас мы не работаем, но я всегда поддержу ее. И надеюсь, она поддержит меня. Ксения, наверное, та же самая. Дмитрий, вы знакомы с Ренатой Литвиновой? Общаетесь? Скажите, возможно, вы планируете создать что-то вместе. Расскажите, пожалуйста, о своих планах. Как вам режиссерские работы Рената Литвиновой? Прокомментируйте, поделитесь впечатлениями, посоветуйте, порекомендуйте. Какие-то работы, моменты Ренаты. Ну, в общем, я понял ваш вопрос. Да, я знаком с Ренатой Литвиновой. Она очень притягательная и интересная личность. Это, в общем-то, очевидно. Из ее фильмов мне нравится больше всего «Последняя сказка Рид». С чего начался ваш сегодняшний день? С пробуждением. А про день вы не напишете? У вас ссоры и прекрасный сын Лев. Расскажите немного о нем. Уже с детства перебиваете музыкальный вкус. Какую музыку даете слушать? На каких инструментах он уже играет? Спасибо. У нас столько вопросов. Лев замечательный парень. Он учится в музыкальной школе, играет на фортепиано и на всем, что может найти в студии. А в студии у нас есть практически все музыкальные инструменты. Недавно он меня очень выручивал, за что ему была объявлена большая отеческая благодарность и семейная грамота. когда посреди тура со мной случилась ангина и он поехал со мной в Одессу и вышел на сцену в Киеве, где мы вместе спели Imagine. В общем он молодец. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.